здравствуйте дорогие рукодельницы подписчики и гости канала я рада вас приветствовать на своем канале мир рукоделия творчества вязание пряжа меня зовут елена сегодня я хочу вам показать каким образом я подготавливаю пряжу для вязания вещей поделюсь с вами своими секретиками и лайфхаком от меня купила я пряжу для двух новых проектов приглашаю вас присоединиться к мастер-классам по вязанию скоро на моем канале стартует два проекта будем вязать кардиган серый и синий жакет для этого я приобрела пряжу и хочу ее предварительно подготовить постирать и просушить для чего я это делаю так как все вязаные вещи я стираю в стиральной машине я никогда не стираю руками потому что у меня аллергия на химические средства и я предварительно всегда стираю пряжу еще для того чтобы в процессе эксплуатации и ношения и стирки готовые вязаные изделия не давали усадку и не вытягивались в зависимости от того что написано на этикетке я уже подбираю температурный режим для стирки вот у этой пряжи vita brilliant у меня на этикетке производителя пряжи указано что запрещается сушить в стиральной машине и разрешена ручная стирка при температуре 30-30 градусов я буду стирать эту пряжу в матках при температуре 40 градусов 800 оборотов и вот такая вот у меня пряжа это коко от vita cotton здесь состав пряжи стопроцентный мерсеризированный хлопок тоже рекомендуется стирать вручную при температуре 40 градусов и запрещена сушка в барабане в машине я буду эту пряжу стирать одновременно при одной загрузке температура у меня будет 40 градусов и 800 оборотов в минуту для стирки вязаных то есть мотков вот этих я буду использовать порошок предназначенный для стирки шерсти деликатных тканей это сухой порошок то есть на данный момент у меня он есть в наличии и также вот бывают жидкие средства для стирки шерсти шелка трикотажа вы можете выбрать любое средство предназначенное для стирки пряжи которую подходит для стирки которая не подходит здесь вот состав пряжи 50 45 процентов шерсть и 55 процентов акрил каким образом я стираю пряжу в матках конечно я убираю этикетки снимаю и мне нужно пряжу тщательным образом подготовить для того чтобы она не спуталась в процессе стирки сейчас я вам покажу каким образом я это делаю то есть немножко размотала моточек так и как с каждым мотком я проделаю такие манипуляции у меня остался кончик ниточки я беру крючок зах поддеваю захватываем и вяжу цепочку из воздушных петелек вот таким образом то есть чтобы у моточек не размотался связала цепочку все выдернула ниточку и потом когда уже моточки у меня высушится я их сушу на веревке просто прищепку так беру за ниточку и вешаю прищепками за веревку беливую то есть когда моточек уже высох вы просто берете распускаете и и все мотока пряжи готовы к вязанию дальше значит закрепили моточек укрепили нить давайте еще раз я проделал и показываю дальше что я делаю у каждой женщины есть остаются колготки в их каким образом я использую колготки которые уже либо малы допустим вот у меня ребенок растет остаются колготки я их не выбрасываю также бывают капроновые колготки очень часто рвутся вы можете использовать если у вас нет детских колготок можете использовать капроновые взрослые колготки также можно использовать хлопковые трикотажные колготки и каждый моточек я закладываю в колготок вот таким образом можете завязать узелочком то есть если у меня мало моточков я завязываю вот таким обычным и узелком и следующий моток пряжи то есть один положили закладывайте 2 тоже его закрепили положили тоже узелочек сделали и можно же если допустим у вас вы не уверены что узелок выдержит можете использовать остатки ниток так я тоже очень часто делаю и просто перевязывайте очень туго вот в местах делу чтобы разделить моточки друг от друга завязывайте узелочки несколько штук и потом уже можно даже сушить вот и перевешиваете эти колготки через веревку и не вот таким образом у меня сушится пряжа сушится я сушу естественным способом ни в коем случае нельзя сушить вблизи нагревательных приборов там батареи и так далее все должно сушиться естественным образом способом потому же когда постирали просушили веревочку очень легко она срезается сняли обрезали вот эту нить вспомогательную все достали моточек и у вас уже пряжа готова к вязанию у вас потом когда вы свяжете вещь вы ее можете уже стирать в стиральной машине и она у вас должна быть в том состоянии в первоначальном когда вы ее связали то есть никакая не усадка не должна быть может быть будет незначительная усадка либо растяжение нужно не такая сильная как это может случиться если вы не подготовите пряжу для вязания вот таким образом я предварительно перед тем как вязать обрабатываю пряжу то есть обязательно ее стираю и хорошо просушиваю надеюсь вам мой лайфхак понравился и я буду рада если вы будете им воспользуетесь и также можете написать в комментариях под этим видео на канале каким образом то стираете вы пряжу перед началом вязания либо нет с вами была елена спасибо за просмотр видео и подписывайтесь обязательно на мой канал мир рукоделия творчества включайте колокольчик приглашаю вас на новые мастер-классы присоединяйтесь будем вязать вместе на моем канале вы увидите выходят видео каждую неделю это мастер-классы по вязанию обзоры пряжи и много очень полезно и я надеюсь ценные для вас информации всем пока пока до новых встреч на новых мастер-классах мастер-классе